Здравствуйте, с вами программа гипотезы, я Лилия Ильикова. Сегодня у нас в гостях Николай Дмитриевич Плотников, руководитель Центра научно-аналитической информации Института Востоковедения РАН, доктор политических наук. И мы хотели поговорить о том, какая ситуация сейчас складывается в Афганистане и каково влияние вот этой ситуации на безопасность в странах Средней Азии, все-таки скажем, так и в России. Если кратко говорить, то в Афганистане самая настоящая катастрофа. Начиная с 2014 года в стране произошла резкая активность практически всех антиправительственных группировок. В 2017 году произошел резкий всплеск террористической активности. Больше всего подрывов террористов-смертников было отмечено в столице, в Кабуле. Ежедневные сообщения. Да, а так если брать, то это Герат относительно, до недавнего времени это относительно спокойный город страны. Гельмент, Кандагар, Урузган, Наргархар, то есть практически все провинции, которые еще были относительно спокойные. Та же провинция, к примеру, Джоунзан была относительно спокойная, которая ограничена с республиками Средней Азии. Сейчас в этой провинции где-то половина территории находится под контролем антиправительственных группировок. Начало этого года озамывалось резким всплеском террористической активности. Один за другим в конце января произошли сразу четыре резонанса. Только в январе четыре резонанса террористических актов в Кабуле. Самое крупное, самое такое резонансное, это произошло нападение на отель Интерконтиненталь, который в центре Кабула, где в основном останавливаются иностранные гости. Погибло четыре американца и семь граждан Украины. Истинных потерь никто не знает, потому что органы власти местные об этом умалчивают. Сейчас относительно недавно опять прошла серия террористических актов уже вблизи мечети. Вообще мечети стали одним из объектов нападения. Если обратить внимание, то взрывы происходят в шрицких мечетях. И за этим стоят некоторые группировки, которые базируются в Пакистане. Это вот опасность в того, что в Афганистане может быть спровоцирован шрицко-сунистский конфликт. Но уже под боком у Ирана. За этим могут стоять как и внешние силы, а также и силы какие-то местные, которые действуют по собственному наитию. Вообще, да, Афганистан это уже давно горячая точка, не перестает ее быть. Вот как вы считаете, кто стоит за всеми этими террористическими актами и какие антиправительственные группировки там есть? Ну, если брать, это надо брать предысторию. Когда ограниченный контингент советской армии вошел туда, и для борьбы с ним центральное разведывающее управление и же с ними спецслужбы создали разного рода группировки. Советские войска ушли, американцы обрадовались, что якобы они одержали там победу, и эти группировки оставили на произвол судьбы. Все, что группировки остались? Конечно, море оружия. Они привыкли воевать и зарабатывать себе на хлеб с помощью автомата. Им ничего оставалось делать, как вести войну друг против другом. Поэтому в этом вина прежде всего, я считаю, это западного мира. Рост наркопроизводства в Афганистане, он также связан с Центральным разведным управлением. Наш институт сейчас закончил большое исследование по наркопроизводству в Афганистане. И там один из выводов то, что если где-то в начале 80-х годов о героине никто никогда не слышал, то затем появился героин. В Афганистан, провинции в основном Кандагар, гельминт, шли караваны с оружием. Обратно душманы отправляли собранные на полях опии. Им говорили, давайте сейте, отправляйте. Опии начали перерабатывать на территории Пакистана, на проиграничных территориях с Афганистаном. Там появилась сеть лаборатории. Вошли в вкус, появились организованы преступные группировки, начали заваливать трек, запретный плод всегда сладок, начали получать бешеные деньги. И этот процесс с этих времен, он и длится. А сейчас Афганистан проявился, по сути дела, наркоимперию. Вот насколько вообще там властями официальными контролируют ситуацию в стране? На 17-й год из 34 провинций Афганистана антиправительственные группировки, а таких порядка где-то 20. У всех на слуху в основном талибы, все как они. И вот появилась сейчас Исламская государство, или так называемый Вилаэт Харасан. А таких группировок где-то порядка 20. То есть они контролируют ситуацию в стране неофициального власти? В 30 провинциях они либо контролируют значительные территории, в основном в сельской или местности, либо физически там присутствуют. И фактически получается, что провинциальные центры как бы контролируют официальный Кабул, а сельскую местность уже контролируют разного рода полевые командиры. Винтовку рождает власть, как говорил товарищ Мау. Вот примерно то же самое происходит в Афганистане. Часть антиправительственных группировок, она базируется в Пакистане. Они действуют как против Индии, так и против Афганистана. И происходит такой постоянный свободный обмен. Да. Граница, она практически не контролируется. Потом в Афганистане очень много молодого населения, которое без работы. У них остается только одно – зарабатывать на хлеб с помощью автомата. Если взять, например, провинцию Наргархар, там из общей численности населения, это провинция, которая граничит с Пакистаном, 64 – это молодежь в возрасте до 18 лет. Она без работы. А это беда. И образование они не получают. У них, естественно, не образование, не работа. То есть социальная инфраструктура, она вообще в каком состоянии находится в Афганистане? Ну, она в разрушенном состоянии. В разрушенном состоянии. А усилия какие-то предпринимаются с точки зрения со стороны официальной власти, опять же, чтобы как-то восстановить? Или там настолько без власти, что пока до этого и руки не доходят? Я не знаю. Я несколько раз работал в Афганистане. И мне есть с чем сравнивать. Возможно, у меня будет и предвзятое мнение, но если Советский Союз пришел как страна-созидатель, и с помощью Советского Союза в том же Кабуле построен, ну, строительный комбинат, афганцы-то знают, мельница, афганцы-то знают, ГЭС-Наглу, который снабжает электроэнергией до сих пор 7 провинции. Окей. Да. Вот. Построен перевал Саланх, кольцевая автодорога из Герата через Кандагар на Кабул. То сейчас, за все эти годы пребывания американского войска контингента, что построено? Ну, появились в Кабуле какие-то торговые центры, современные, как Европы. Зато увеличилось количество наркотиков, которые производятся в стране и уводятся во все страны мира. Это если где-то свыше 100, где-то порядка 153 странах мира в последние годы происходило изъятие афганского героина. Это вообще беда, это караул. Поэтому... Ну, если есть торговые центры, значит, есть платежеспособный спрос, есть кому покупать. Конечно, да. Потому что, если так посмотреть, новые машины, внедорожники, там, любят белого цвета, в Кандагар и в Гельмент, отгружаются из Объединенных Арабских Эмиратов. И справятся за счет чего? Я утверждать не могу, но по тем косвенным данным, которые мы располагаем, это как бы оплата бартерам. Мы вам наркотики, вы нам поставляете внедорожники. Атрибуты красивой жизни. Мы вам наркотики, вы нам поставляете радиостанцию, ну и так далее. Вот, теперь хочу такой вопрос задать. Все-таки Афганистан достаточно близко, ну, то есть он граничит странами Средней Азии. Большая граница, да. А у нас, соответственно, нет таких больших защищенных границ, потому что мы все-таки Республики Средней Азии, с ними как-то поддерживаем очень большой обменный поток. И поэтому, когда появляются разговоры о существовании, появлении на территории Афганистана запрещенного в России исламского государства или каких-то его проявлений, это, конечно, не может не беспокоить. Вот вы, как специалист по Афганистану, что можете сказать по этому поводу? Первые ячейки исламского государства появились в провинции Наргархар. Исламское государство в Афганистане, чтобы вы понимали, оно отличается от исламского государства в той же Сирии и Ираке. А в Сирии и Ираке оно различается? Отличается от тех группировок, которые в Сирии и в Ираке. Основу исламского государства в Пакистане составили пакистанские пуштоны из тех реки Пакистан. Они торглись, по сути дела, на территорию провинции Наргархар, афганскую, захватили ряд территорий, провели там этнические чистки. На эту территорию привезли свои семьи. Затем к ним присоединилась часть афганских талибов, потому что у этих были больше денег, они им заплатили. К ним присоединились отряды иностранных боевиков, в том числе в которые входят и выходцы из России, и стран Средней Азии, а также уйгуры. После чего интернациональный состав и откровенно криминальные группировки подняли черное знамя. Криминальным группировкам все равно, какое знамя поднимать. Зеленое, черное знамя. Главное, чтобы деньги платили. После чего они стали расширять свою зону влияния. Они появились сейчас в Кабуле и в приграниченных провинциях с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменией. По той информации, которую мы получаем от наших афганских партнеров, а мы сотрудничаем на официальной основе с рядом аналитических структур Афганистана, к примеру, в провинции Бадахшан на приграничных с Таджикистаном территориях в ряде кишлаков появились отряды иностранцев, хорошо вооруженные, хорошо экипированные, ведут себя по отношению к местному населению весьма корректно. Даже проводят с ними занятия какие-то, как оказать первую медицинскую помощь и так далее. Молодежь местная на них смотрит с большим пиететом и уважением. Некоторых они привлекают за хорошие деньги, свои ряды используют. Такие же отряды под черными знаменами появились и вдоль всей границы со Средней Азией. Лично у меня складывается такое... Да, они не входят в конфликт с местными органами полиции, афганской национальной армии. Ну, это Восток, там все может быть. И лично у меня складывается впечатление, что сосредоточенное там для получения какого-то сигнала и выполнения задач каких-то определенных, ну, по всей видимости, это будет уже на территории соседних стран. В эти отряды входят узбеки, таджики и выходцы из некоторых регионов России. Вообще, это очень такая опасная ситуация, можно сказать. Опасная ситуация, да. А смотрите, все-таки ведь те территории, про которые вы сейчас говорите, они достаточно бедные. При этом люди, которые приходят туда, они очень хорошо экипированы. То есть есть какие-то источники финансирования, получается? Они же с помощью денег тоже оказывают влияние на местное население. Основной источник финансирования у всех антиправительственных группировок это героин. Талибы, например, на территории, которую они контролируют, они обложили налогом фермеров, выращивающих героин, которые выплачивают им 10% от урожая. Они контролируют дороги, по которым героин поставляется другим потребителям. Тоже за это налог получают. Если брать только движение «Талибан», потому что основные наркопотоки в его руках ежегодно где-то около от 500 до 600 миллионов долларов только за счет торговли наркотиками. Но это основной источник. Торговля наркотиками у всех антиправительственных группировок на первом плане. Второй источник финансирования у них – это торговля людьми. На поток поставлены похищения как иностранцев, работающих в Афганистане, так и самих афганцев. Если брать, например, в прошлом году похищение среди сотрудников международных гуманитарных организаций, 17 погибло, 45 возвращено, а судьба там нескольких до сих пор неизвестна. Похищение с целью выкупа? Есть разница по стране происхождения от людей, которых... Без разницы. Например, в Кабуле в прошлом году, в мае месяце, был совершен налет на дом, где проживали сотрудники одной международной организации. Гражданин Германии в этом доме жил и гражданка Финляндии. Плюс охрана из числа местных афганцев. Немец, как настоящий мужчина, попытался вместе с афганцами оказать сопротивление, был убит, гражданку Финляндии похитили, через два месяца ее вернули. Вернули за хорошее вознаграждение, за выкуп. На третьем плане стоит торговля сигаретами. Талибы держат в своих руках совместно с определенными структурами из Пакистана. Здесь они находят общий язык. Это в контрабанной торговле. Юго-Восточная Азия во многих местах торговля сигаретами находится под контролем талибу. И еще один источник финансирования. Это так называемая плата от строительных организаций за то, что талибы берут обязательства не разрушать то, что будет построено этими строительными организациями. Мы как-то встречались с европейцами. У нас была фактура, которую нам афганцы рассказали, что одна из европейских компаний, которая пришла в Кабул, выиграла тендер на строительство одного из объектов. К ней сразу пришли бандиты и сказали, если вы хотите, чтобы это было построено, вы должны нам заплатить такую сумму. Стоимость была, к примеру, проекта 1 миллион. Компания вынуждена была из международных денег запросить 1,5 миллиона. Там счет, конечно, больше шел. Вот эта разница пошла бандитом. Это сплошь и рядом. И фактически получается, что зачастую на деньги европейских налогоплательщиков содержатся те же самые банды. Очень все это звучит, конечно, устрашающе, особенно учитывая, что Афганистан к нам близко, но вот так географически получается. Поэтому, конечно, тот вопрос, который сразу приходит в голову, это что с этим делать, какие перспективы, будет ли порядок в Афганистане. Потому что те вещи, которые вы сейчас рассказывали, насколько свободно это все ходит, это шокирующие какие-то вещи. Главная беда в том, что афганская власть слаба. Да, то есть слабость какой-то власти. И есть ли она вообще там эта власть? При президенте Ашрафе Гани афганская власть фактически не заработала. Идет постоянное перетягивание одеяла между президентом Гани и исполнительным директором, и, как его еще некоторые называют, премьер-министром доктором Абдулу. Вместо того, чтобы решать внутренние проблемы, афганские группировки ведут борьбу за политическую власть. И сейчас, если брать по стране, то все усилия брошены уже на президентскую кампанию 2019 года. Это вот самая главная причина. Вторая причина – это коррумпированность местных органов власти, правоохранительных органов и афганской национальной армии. Не секрет, ни для кого, что в том же наркобизнесе участвуют отдельные представители афганского депутатского корпуса, представители полиции и армии. Фактура такая есть. Нам сами афганцы об этом откровенно говорят и называют фамилии. Третья причина состоит в том, что люди потеряли веру в том, что власть способна навести какой-то порядок. Вот это побуждает, кстати, в жителей Кабула, я по Кабулу просто это знаю, образованных, имеющих какой-то свой бизнес, начинают присоединяться к какой-то антиправительственной группировке, для того, чтобы хоть как-то переломить ситуацию. Ведь афганские власти это прекрасно знают, что сторонников того же исламского государства в самом Кабуле стало возрастать. Причем и сторонников исламского государства, и сторонников талибов, числа городских, станут все больше. А это новые тенденции. Это уже новые тревожные тенденции. А что делать? Ну, я бы вам сказал, а черт его знает, уже столько мировое сообщество все придумало. Но, к сожалению, дальше политических деклараций и политической трескотни не идет. На мой взгляд, конечно, надо было бы принимать жесткие и кардинальные меры. Я бы, например, собрал бы всех афганских лидеров, и талибов, и власть, и сказал, ребята, вам три месяца. Если через три месяца, к примеру, вы не наведете, не договоритесь между собой, и не наведете порядок, то я прекращаю все внешние источники финансирования, поставки гуманитарной помощи, закрываем мировое сообщество, закрывать с вами границы. И ради бога, оставайтесь на этой территории, разбавьте, померьте. Через три месяца они, те земли, которые сейчас используют под МАК, а там под Опин и МАК, используется очень много, они снова их вернут в сельскохозяйственное производство, начнут сейчас в Шиницу, я начну бороться с этими группировками. Потому что безнаказанность рождает... То есть просто замкнуть. Да. Ну это, конечно, кардинальная мера. А вообще-то, конечно, надо, чтобы Афганистаном занялись, прежде всего, не Соединенные Штаты, а занялись страны, соседи. Вот про соседей. Россия, Китай, Индия, Пакистан, Иран, все страны Средней Азии, Казахстан. Вот в первую очередь. У стран Средней Азии, извините, что перебила, насколько границы с Афганистаном прозрачны? Ну, то есть, есть ли границы? Вот насколько свободны? не ко мне надо задавать, это надо задавать к представителям органов власти этих стран, чтобы они вам дали ответ. Хорошо. Будет некорректно, если я буду за них давать такую оценку. Ну, просто, что делать России-то в этой ситуации? На какую позицию занять? В России все, что может, в этой ситуации делать, поверьте мне. Хорошо. Спасибо большое за очень интересный, хотя и пугающий рассказ. Напоминаю, с нами был Николай Дмитриевич Плотников, руководитель Центра научно-аналитической информации Института Востоковедения Российской Академии Наук, доктор политических наук. Спасибо. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова